Немного о себе. Меня зовут Сергей Дзюбан. Я кратенько, быстренько, графически отобразил свою карьеру от самого начала системного администрирования, прочистки кулеров с помощью зубной щетки и винтовс-администрирования до DevOps-тих лета в компании SB-TEC. То есть, в принципе, если вкратце, то до 2014 года все было примерно нормально, ну, как у всех .NET-девелоперов, то есть .NET, ASP, немножко Angular, когда стал популярен FullStack. Но потом компания приняла очень интересное решение мывать свой продукт в клауд, ну и примерно вот с этого момента все началось. То есть, в принципе, если вкратце, то в этот момент я, да и много людей в компании поняли, что в клауде с моим винтовсом, собственно говоря, делать нечего. То это понимаешь, когда видишь счета, которые приходят от АВС. И как и компания, так и я свечнулся больше в инфраструктуру, попытался в другие языки программирования, типа АКИ, НОД, на том же продукте, написание микросервиса на этих всех языках. Ну и так исторически сложилось, что я перешел в компанию SB-TEC и занял там позицию в DevOps тех льда, захайрил и сейчас успешно менеджу, менторлю команду где-то с 10 плюс DevOps. Немножко о компании. Почему? Потому что без какой-то информации о компании, без среза того, где мы, чем мы занимаемся, сложно понять, зачем мы делаем то, что я сейчас буду рассказывать. Итак, это компания для беттинга. Более, ну такой самый, не знаю, эпитет, который можно придумать, который я могу о ней сказать, она большая. То есть у нее три R&D-центра в Израиле, в Киеве, в Болгарии. Около тысячи человек, из которых, в принципе, это software company, это R&D-офисы. И в них находится порядка тысячи человек, из которых, ну, наверное, 90% это development. Сюда же включено QI, DevOps, IT, support и все остальные. То есть около тысячи человек, которые занимаются разработкой сортварного продукта. Только в одном дата-центре мне удалось посчитать, у меня есть доступ в один, там две с половиной тысячи серверов. У нас большой кластер, эластика, база на 2 терабайта. Что будет интересно, если, кстати, тут есть DevOps присутствующие, ну, или те, кто так себя считают. У нас в Bitbucket находится 700 репозиторий, из которых, наверное, 95% это какие-то .NET-солюшены. Довольно большие репозитории. Есть Legacy, есть Netcore, есть новые. То есть они совершенно разные. Ну, встречаются динозавры там по 6 гигабайт исходников, которые нужно скачивать с гита. То есть все разное. Мы используем артефакторы. У нас больше 100 тысяч артефактов. Опять же таки, в основном это nugget-пакеты. Есть микросервисы, то есть практически вся инфраструктура ими пронизана нам сквозь. То есть у нас около 200 микросервисов, и только в одном дата-центре крутится около тысячи. Если все это подсуммировать и подвести тоненькую черту, то это жестокий мир. Он прямо из дата-центров. Сделаю небольшую сноску, он прямо из дата-центров, потому что компания занимается ставками на спорт, беттинговым бизнесом, легально на территории Европы. Регуляции стран не разрешают определенным типам софтвера крутиться в клауде. То есть мы должны их держать в дата-центрах на территории Евросоюза. Если продакшн находится вот в таких жестких рамках, соответственно и дев, стейдж, все остальные за ними подтягиваются, в команде достаточно большой IT, который занимается этим VMware, этими дата-центрами. То есть в компании пять дата-центров отдельных, на которых крутится этот софт. Второй нюанс, опять же таки, так исторически сложилось, что это жесткий мир Windows, это жесткий мир Дотнета. Если посчитать количество линуксовых машин, то я так смотрю, это пять-десять процентов, не больше. То есть в принципе это кошмар для любого девопса, я так понимаю. Я работаю в инфраструкче Юнити. Если описывать место в нашей структуре, в нашей организации, то лучше всего его описывать, наверное, вот эта картинка. То есть к нам приходят разные люди, которые занимаются решением своих бизнес-задач, в которых бизнес-задачи имеют наивысший приоритет на вчера, и от нас они хотят, чтобы мы это сделали быстро, качественно, ну и, наверное, в срок. Окей. Какие перед нами стоят задачи? В принципе, задача перед нами стоит, я так разделил на три потока. Первая – это CI для этих семиста репозиторий. Вторая задача – это какие-то инфраструктурные. И третья – это поддержка платформы для микросервисов. Я коснусь сейчас исключительно инфраструктурной части. Все эти люди, которые работают у нас в компании, которые разделены на микро-юниты, микрокоманды, занимаются разработкой какого-то софта. И для разработки этого софта им нужны, соответственно, какие-то ресурсы на Dev, на UIT, на Stage, которые они просят следующим образом. В IT они получают hardware, с этим hardware они идут к нам, мы устанавливаем на этот hardware какой-то софт, и, собственно, еще в нашу обязанность входит вот такое поддержание этого всего. То есть мы смотрим за теми ресурсами, которые мы установили, отдали юнитам. Юниты – это отдельные подразделения компании. И подразделения компании, в принципе, с этого… Ну, то есть когда этот софт работает, мы отвечаем за мониторинг этого софтверка. В принципе, в этом нет ничего сложного. То есть когда к нам приходит запрос на какую-то новую установку, никто не мешает. Вверх у нас есть опытные DevOps, опытные нетворк-инженера, которые могут сесть это, установить, установить мониторинг, отдать это все. Но команд много. То есть нужно помнить, что тысяча человек работает в компании, и в нашем инфраструкче юните работает 10 девопсов, которые обрабатывают все эти запросы, которые приходят, ну, мягко выражаясь, ко всех сторон. Учитывая то, что компания сейчас очень активно растет и очень активно занимается R&D, количество этих запросов неустанно растет. И количество компонентов, которые нужно разворачивать, оно тоже растет, то эти компоненты, они новые, они часто незнакомые для нас. Окей. Сейчас попытаюсь ответить, наверное, на вопрос, а зачем нам это все? Собственно, это связано с инфраструктурой для микросервисов, которая сейчас активна, модна, молодежна, популярна, внедряет компания. И если посмотреть на инфраструктуру на продакшене одного простого микросервиса, написанного на .NET, она выглядит примерно вот так. То есть в центре у нас мой любимый мистер микросервис, это какая-то .NET библиотечка, которая перекладывает данные, допустим, с одной таблички в другую, меняя одно поле. Отлично. Ей нужны логи, которые идут в Kafka и смотрят в Kibane. Ей нужны какие-то мониторинги в X-LUG в Rafane. Ей нужен консул, чтобы пообщаться с другими микросервисами, чтобы они могли ее найти. Если она использует event sourcing, соответственно, ей нужен Rabbit или та же Kafka. Ему нужен кэш, как правило. Конфигурация может храниться, опять же таки, в консуле, если это секретные данные в том же о Волте. Но хранение стейта – это вообще отдельная тема. То есть в принципе, если таких микросервисов у вас 200, и командам сказали, окей, ребята, мы true microservice company, вы не используете любые технологии, любые доступные компоненты, то это выглядит примерно вот так. То есть количество тех запросов, которые нам приходят к установке различных инфраструктурных компонентов в разворачивании софта, оно неумолимо растет. И в принципе, когда я слышу микросервисы на .NET, то мне представляется вот эта вот картинка. То есть я ожидаю, что это микросервис на .NET. На самом деле это маленький кусочек на .NET и куча какой-то инфраструктуры, без которой он, если и может ранаться, то недолго, нечасто и не на продакшене. Окей. Как с этим бороться? Ну, в принципе, я не открыл Америку. То есть первое, что мы сделали, это попытались набрать больше людей. То есть тех двух человек, которые были в инфраструктурной команде, занимались этим, их не хватало. Мы добрали еще. Дальше начался процесс автоматизации. То есть мы начали эти компоненты писать какие-то автоматические скрипты. Это был или Ansible, или тот же Chef, в зависимости от компонентов. Наверное, больше всего помощи и такой очень большой пуш вперед случился тогда, когда мы выяснили, что большинство девелоперов такие могут ранать эти компоненты у себя локально, их запускают, конфигурируют, знают proper setup той же Kafka, знают proper setup того же Rebbit, и до того, как запросить у нас ресурсы, они их используют. Как они это делают? Они Windows-разработчики, тем не менее, они используют докер. То есть у них есть нужные имиджи, они их делают сами, они их получают в какие-то комьютики, они их качают с докер каба, но тем не менее они могут запускать эти докеры. Мы пошли по этому же пути, на тех ресурсах, на пшинах, которые у нас были, мы начали запускать докеры с этими компонентами. В принципе, тут такое интересное лирическое отступление, в этот период жизни развития компании мой рабочий стол выглядел примерно вот так. То есть у меня была куча SSH-подключений на разные машины, в которые были открыты консоли, в которые равнился докер, которыми я стартовал, запускал, переконфигурировал, стартовал, запускал. Окей, может это кому-то норм, в принципе, я увидел в той команде девопсов, которая у меня была, им это в принципе норм, потому что для админов, особенно у UX-овых, это норма. Но для меня это выглядело примерно вот так. То есть вы не забывайте, что я .NET-девелопер, я работал всю жизнь на Windows, и для меня в Visual Studio, я, например, не знаю даже, где находится кнопка «Открыть консоль», потому что все делалось по UI, клик-клик-клик-клик-клик. В принципе, самый большой толчок к дальшему развитию дали различные клаудные провайдеры. То есть если мы пойдем в ажур, если мы пойдем в AWS, если мы посмотрим на Google Cloud, с которыми мы активно работали, кроме своих консольных каких-то утилит, которыми можно управлять клаудом, можно делать с помощью автомации, они предоставляют достаточно богатый, достаточно понятный GUI, в котором есть целая куча преимуществ. То есть, например, им можно управлять с браузера, большим количеством машин. У него достаточно прозрачная конфигурация, скейлинг практически встроен, мониторинг туда же. Есть какой-то сервисный каталог определенных сервисов, софтвара FSS-сервис, которые они предоставляют. Плюс хорошая документация. Все, что было сказано до этого, то есть мы продолжали заниматься этой работой, мы продолжали предоставлять машины, мы продолжали сетапать их через SSH, но у нас был параллельно второй поток, и он нам помог, наверное, подсказал решение этой проблемы. Кроме этого, мы занимались CIM для компаний, для .NET-репозиториев. Их было много, около 700 штук. Компания коммитила довольно активно, то есть было порядка 500 билдов в день, один билд в минуту. Средняя продолжительность билда, just for information, где-то 5-10 минут. То есть это .NET, его нужно скачать, нужно запустить MS-билд, прогнать какие-то юнит-тесты. То есть это не быстро. Опять же таки, в команде Jenkins'а было два человека. Чтобы соправляться с такой нагрузкой, писать какие-то джабы, нам нужно было придумывать generic решения. Об этом отдельно, но с этими generic решениями Jenkins'а начал обрастать. То есть данные по джабам, которые были, мы начали сливать в эластик и показывать в кибане определенные борды, которые показывали нам не то, что конкретный билд, участие конкретного билда интересовал, собственно, конечного коммитера. Но у нас была система, которую очень сложно было мониторить. То есть если за последние 15 минут упало 10 билдов, для меня это ничего не говорит. Для меня говорит информация о том, что вот по верхней картинке, что за последние 10 минут упало, собственно говоря, 5% билдов. Это хорошо, это значит 95% раноится. И скорее всего, моя CI-CD-система, она не сломана, она продолжает работать. Соответственно, мы добавили определенные дашборды, которые показывали, опять же таки, важную информацию. Нам пришлось, джабов много, работают они по-разному, нам пришлось аккумулировать эту информацию, которую мы сливали до мониторинга, на отдельные борты, которые удобно было читать, которые приносили нам какую-то информацию, которыми можно было легко управлять. Например, перезапуск вот этого борта, джаб, нажатие на кнопочку, делает ребилд, не заходя в Jenkins. То есть в принципе, это экономит 30 секунд моего времени, кто работал с Jenkins, он поймет. Плюс у нас был Slack, плюс у нас были какие-то борды для наших клаудных продуктов, которые тоже разрабатывали мы, они существенно ускоряли работу. Все это привело к тому, что Jenkins оброс собственной инфраструктурой. Она была примерно вот такая. То есть мы работали с клаудом, делали туда деплоймент, у нас был MySQL для хранения каких-то данных, Redis для кэша, Angular, было какое-то приложение на Go, которое было микросервисом, которое все это оркестрировало. Эту инфраструктуру мы развернули как могли. Но с этой инфраструктурой начали случаться проблемы. То есть периодически сервисы выходили из строя, мы теряли данные. С этим и сервисом нам пришло понимание, что в принципе, это то, что у всех на устах, у нас был большой зоопарк домашних животных, которых мы любили, лелеяли. Например, Lastic Search, который мы все время бэкапали. Например, тот же несчастный Jenkins, который не мог умереть, потому что он был один инстенс, если мы теряли файловую систему, нам пришлось долго его восстанавливать. В принципе, от понимания проблемы зависит то, как ее решать. Решение было на поверхности, о нем пишут в каждой второй статье. То есть нам нужно было просто поменять методологию и по-другому отнестись к хостингу наших сервисов. То есть это уже сделали, это уже на устах. Нам нужно было относиться к этим сервисам, то есть сделать их обычными кэтлами. То есть если сервис выходит из строя, тут же автоматически запускается другой. Это должно происходить автоматически, мы не должны задумываться над этим. Мы должны довести это до автоматизма. Окей. Какие реквайменты мы предъявили к нашей системе? Во-первых, она должна бежать на on-premise, потому что там расположено большинство наших сервисов, и у нас есть дата-центры. Она должна быть distributed, потому что ни одна машина их, собственно, всех не вместит. Она должна поддерживать health check, чтобы четко понимать, что у нас, например, не работает Elastic. Потому что были такие случаи, когда мы понимали, что он у нас не работает, ну, мягко выражаясь, через час, через два, через день. Очень хорошо, чтобы она лечила сама себя. Очень хорошо, чтобы она деплоилась без особого моего участия. Чтобы она могла скейлиться, чтобы она имела какой-то persistent storage, и чтобы она, в конце концов, была user-friendly. Но это мое пожелание, потому что, в принципе, я видел своих розовых слаз. Я зашел в браузер, нажал клик-клик-клик, все, работает. И никакого тебе SSH терминала. В принципе, в это время у нас уже был определенный доступ работы с DCOS. В предыдущем это Мезосфера. С Мезосферой я работал достаточно пару, несколько лет. Она выпустила новый продукт, который называется DCOS, который мы у себя стали активно применять. Почему? Я сейчас перейду и расскажу, каким критериям она, собственно говоря, соответствует. То есть это какой-то достаточно богатый GUI, который позволяет через свой админ UI покрыть, наверное, 95% функционала системы. Она содержит кластер мастеров, которые занимаются ничем иным, как просто оркестрацией и вот всего, что раноится там. И private нодами. Она вся на Unix, у нас она задеплоена на Ubuntu. Вот. Если посмотреть на компоненты, которые лежат под низом, это опять-таки старая добрая Мезосфера. Это ZooKeeper, который лежит в центре этого, является configuration storage. Это марафон, который отвечает за таски и оркестрацию разных тасков. Это Mezos Master, который находится на мастере, к которому подключено на каждом отдельном воркере Mezos Slayway. Опять же таки ноды разделяются на две зоны. Первая из них — это Private Zone, которая вообще не шарит никаких IP-шников, только другим участникам этого Distributed System кластера и DMZ, которая позволяет вам расшарить порты. Внутри структура достаточно богата. То есть, если посмотреть на нижнюю часть, то это все фреймворки Mezos, старого доброго open-source продукта Mezos. Один из них — это Marathon, Metronome — это для запуска тасков по времени, Hadoop, Storm, Spark, Jenkins, Elastic, Cassandra — это фреймворки, которые заточены исключительно под запуск в Distributed System своего продукта. Marathon и Metronome — они хитрые. То есть, у них, в принципе, есть как процесс-раннеры, которые могут равнать различные процессы внутри Unix, так и Docker Image, которые мы очень часто используем. Сверху всей этой системы расположена надстройка DCOS, которая отвечает за дополнительные загуи, networking security и прочие вещи. Окей. На самом-самом низком уровне все это сводится до систем-дисервисов, которые крутятся. Справа расположен список сервисов, которые равноваются на мастере, слева те, которые на слайве. То есть, в довесок к стандартной мезосфере, в которой, собственно, достаточно было просто мезослайва, тут кроме мезослайва еще пару десятков различных сервисов, которые ротейтуют логи, удаляют garbage докер имиджей, то есть, синхронизируют время, делают достаточно полезные работы и нагружают систему. Окей. Как это работает? Когда через GUI приходит запрос на сервис, а эти сервисы распределяются по worker нодам автоматически, за это отвечает mesosmaster, mesoslave. Если приходят еще сервисы, в зависимости от наличных ресурсов, система автоматически распределяет эти сервисы по свободным нодам. То есть, в принципе, чтобы понять, как это работает, достаточно понимать, как работает ресурс-менеджер в этой вещи. То есть, каждый worker нод, не мастер, мастера ресурсы в ноль, каждая worker нода имеет свой какой-то скоуп ресурсов. То есть, вот тут, например, worker A имеет 4 CPU, worker B – 2 CPU. Когда вы запускаете mesoslave на ноде, он определяет, сколько у вас ядер и сколько у вас оперативной памяти, и считает, что она вся принадлежит ему. Сюрприз. Когда приходит запрос на деплой нового сервиса, система решает, когда вы деплоите новый сервис, вы говорите, сколько ресурсов он будет использовать. Вот, например, вот этот Elasticsearch, ему нужно 2 CPU, 6 гигабайт RAM, 5 гигабайт HDD. Mesosmaster автоматически определяет ресурс офферинг и смотрит, что на эту машину она его не сможет задеплоить, потому что не хватает на ней мемори. Поэтому сервис будет задеплоен успешно вот сюда. Когда придет запрос деплоить второй сервис, система опять же таки проведет ту же операцию, посмотрит, что она может деплоить и туда, и туда, и, собственно, так и сделает. Бонусом будет ситуация, когда воркер B выйдет из строя. Если это случится, кластер будет перебалансирован, и, соответственно, все ресурсы переедут на доступную рабочую ноду. Единственное, что, наверное, тут стоит заметить, что если у вас есть, допустим, по ядру на двух машинах свободно, а сервис ваш требует два ядра, то он зависнет. То есть деплоимент зависнет, система скажет, что нет ресурсов. Она не может, не умеет и не хочет дробить ваши сервисы на части. Понятно. То есть сервис должен рано обязательно на одной ноде полностью. Ему должно хватать ресурсов. Окей. Я проведу небольшое демо. Я специально ради этого задеплоил в AWS небольшой кластер. Отлично. Сейчас покажу, как он работает. То есть в принципе панель управления выглядит вот таким вот образом. То есть мы имеем дашборд, который показывает общую загрузку кластера. Мы можем перейти на ноды, где показан список нод, опять же таки с их ресурсами. То есть он показывает, сколько CPU на каждой ноде задано, сколько мемори, IP адреса этих нод, количество. Здесь на дашборде мы можем легко увидеть общее количество по CPU allocation. То есть сейчас там занято два с 24 CPUs. Я, наверное, не буду показывать конкретно фокусы с сервисами, которые мы можем деплоить. Просто покажу Jenkins, который я задеплоил сюда. Как я уже говорил ранее, для Jenkins'а это довольно хитрая штука. И для Jenkins'а тут есть собственный Mezos framework, который может ранать в себе Jenkins. То есть если я запущу build, я его таки запущу, и запущу я много раз, то вот здесь, в Mezos'е, вы можете видеть, что сейчас он ранает один лишь Jenkins master. Мастер, то есть слоевов нету, негде build-ить сейчас моим job-up. Но поскольку в Mezos'е в списке фреймворков у нас числится вот этот товарищ, Jenkins framework, этот Jenkins framework отвечает за то, чтобы когда придет запрос Jenkins мастера, он автоматически будет поднимать в нем Jenkins слоевы. То есть если перейти сюда на список тасков, вы видите, что он автоматически начал поднимать Jenkins слоевы, на которые мы можем билдить наши job. Вот, их становится больше. То есть он понимает, смотрит, сколько воркеров ему надо и автоматически создает их. Это можно очень хорошо увидеть вот здесь. То есть я запустил кучу, целую толпу job. Это толпа job. Вот она побежала экзекьютаться. Я могу поиздеваться всего еще больше. Я умею очень быстро запускать Jenkins job. Это у меня профессиональные. Вот. Если переключиться сюда, то мы увидим, что эта цифра будет расти, расти и расти. Почему? Потому что идет ресурс офферинг с Mezos framework, и под эти ресурсы запускаются новые докер-контейнеры с Jenkins-слейвами, которые аккуратненько расползаются. Я сейчас переключусь на ноды, чтобы показать, что они аккуратненько расползаются по нашему кластеру, занимая определенные ноды. Окей. Я возвращаюсь к своим коровам. Окей. Когда мы это получили, покрутили, поняли, более-менее изучили, как оно работает, потренировались, мы достаточно активно начали работать с этим. То есть мы начали с обычного Grand Image, как и все, потом мы перешли на какие-то наши ресурсы. Наверное, интересной частью будет то, как мы это деплоили. Мы начали с того, с чего начинает кукушка. То есть когда к нам приходил какой-то человек, мы начинали куковать. У нас, допустим, была машина, на которой ранился консул. Приходит, ну, то есть это VM-ка с Unix выделенная, там ранается консул, он запущен, он никого не трогает. Но мы приходим в эту машину и легеньким пинком с помощью чефа превращаем его в воркер. Консул там продолжает раниться, мы ему, мягко выражаясь, не мешаем, но подселяем к нему кучу всяких животных. Таких, как Elasticsearch, которых нам попросили задеплоить. Люди, которые юзают консул, продолжают его юзать, не догадываются о том, что, собственно говоря, случилось. А мы в галочку, в список CPU, которые у нас там вверху, аккуратненько, получили новых 4 CPU, 8 гигабайт оперативки. Очень сильно нам помогли разбросанные, рассеянные по офису мини-PC, которые были с Ubuntu, на которых компании проводили свои дейлики. То есть, в принципе, знания IP-шника этой машины хватило нам и шефу, чтобы втулить туда еще один воркер. В принципе, там 2 CPU и 6 гигабайт оперативки. Но, даже 4 гигабайта оперативки, но 6 CPU и 4 гигабайта оперативки, умноженные на 10 таких коробочек, причем готов поспорить, что вот эта физическая коробочка 2 CPU, 4 гигабайта оперативки, это не виртуалка в клауде, 2 CPU, 4 гигабайта оперативки. Это физическая машина, которая, в принципе, как по мне, немножко будет пошустрее. Что это нам дало? То есть, это пиратство позволило нам очень быстро, ну там, в порядке недели, задеплоить всю нашу Jenkins' инфраструктуру на эти машины. Главное, попадались люди в офисе, они были очень подлые, но после дейлика они выключали компьютер. Это было жестоко. Мы теряли кластер. Мы даже думали заклеить скотчем кнопочку выклы-выклы, но ладно. Пока мы с этим игрались, мы реально поняли ищусы, которые мы можем поймать. Во-первых, у нас была одна мастер-нода на это время. Документация DCOS говорит, чуваки, используйте три мастер-ноды, 16 CPU, 32 гигабайта оперативки. Мы подумали, ха, ладно. Вот. Повторю тут официально, используйте три ноды по 16 CPU и 32 гигабайта оперативки. Эта штука тормозит. Я не знаю, чем занимается этот кластер, именно сам кластер, то есть вот этот DCOS, UI, который деплоит сервисы, который хелс-чеки проверяет, но он очень прожорлив. То есть мастер-три ноды просто мастхев. Без него оно ну, разве что на демо. Агент-ноды, которые все время фейлились, потому что это телевизоры, их или выключали, или на них место заканчивалось. Поэтому мы использовали Zabbix Monitoring, который быстренько подселили туда же в кластер легеньким пинком. Он сам себя мониторит, высылает нам Slack-нотификации и даже запускает специальные скрипты, которые чистят, например, вызывают докер, rmrf. окей. Мы сделали графану дашборд, чтобы показывать это менеджмент, чтобы, смотрите, там оно работает, оно еще дышит. И дальше началось активный крестовый поход по компании с тысячей человек. То есть мы приглашали DevTeme, Pteme, делали им рекламу и мигрировали их сервисы, которые ранылись на VMware инфраструктуре в наш DCOS-кластер. Автоматически фишки они получали хелстек, дистрибьюшн, какие-то ресурсы, какие-то гарантии с нашей стороны. Таким образом, кластер вырос до 60 CPU, 90 гигабайт оперативной памяти. Чуть дальше, чуть позже, намного позже, когда нам стало не хватать ресурсов, а ресурсов нам стало не хватать, когда один из юнитов, который отвечает за систему бонусов, установил Hadoop. Стало больно, стало всего мало, это нужно было быстро масштабировать туда, в другую, вперед, назад. Мы пошли на радикальные меры. Мы проложили VPN в Google Cloud и создали автоскейлинг-группу, которая, в принципе, от 2, но до 50 и занимает порядка нескольких минут. Таким образом, мы сделали какое-то гибридное решение, которое позволило нашему клаудному private cloud быстро, вне зависимости от аппаратных ресурсов, масштабироваться, проводить какую-то работу и потом схлопываться обратно до какого-то маленького состояния. Окей. Быстрый summary. Количество нод росло достаточно неравномерно. Я покажу это в конце, как это было. Инфраструктурная команда практически перестала заходить в SSH-соединение. Для мониторинга этого всего единственный минус, который я увидел, оно само себя не мониторит. То есть, в принципе, есть health check, но health check скажет тебе, что место на диске закончилось, но не предупредит, когда его осталось всего 10%. Для этого нужен Zabbix. Разные типы нод, это, опять-таки, наша стори, позволила нам достаточно ивенчуали управлять ресурсами, расти определенными скачками и отвечать на запросы бизнеса. Google Cloud сделал этот клауд практически клаудным, тем, чем я его называю сейчас. Окей. Конфигурация. Конфигурация, наверное, в этом самое интересное, то есть, зачем это все в принципе затевалось. Затевалось это все ради вот этого каталога, который является частью DCOS. То есть, тут достаточно, ну, если больная фантазия дотнетчика способна выдумать какой-нибудь компонент, которому ему обязательно нужно рамать, он будет вот здесь. Если его здесь не будет, то в принципе сюда можно задеплоить любой докер-имидж с любыми environment вариаблами, то есть, все это сделать через UI-чик, если останется время, в конце я покажу, потому что я уже где-то близко. Окей. Вот оно. То есть, через вот этот экран мы можем поднять сикл-контейнер, можем загрузить JSON-конфигурацию, которая позволит в принципе нам Java application, Python application рамать непосредственно в Mezos-ранере без использования докера на каждой ноде. Плюс, она позволяет вместо namespace, которые используются в кубернетисе, DCOS позволяет разворачивать структуру папок и в эту структуру папок изолировать сервисы друг от друга. Эта структура папок умножается на DNS, которых там целых три системы DNS. Там есть и Nginx, и SHA-proxy, L4, L7 лот-балансеры. То есть, это сложно, я вот пока же просто скажу, что она есть, но это, я думаю, тема на отдельный топик. Там все очень просто и очень сложно, достаточно наворочено, можно расшарить любой ресурс через DMZ, можно посмотреть его через Nginx, чуть ли не с главной ноды, то есть, там достаточно такой богатый функционал. Окей. То есть, имея вот этот каталог ресурсов, структурирование и нетворк, который позволяет шарить это все, присваивать DNS имена, мы можем строить комплексные dev-uat-environменты. Universe Catalog это очень простой, очень быстрая система какого-то деплоймента. Каждый сервис можно положить в папочку, все это работает через load balancer и так далее. Начинаю закругляться. Есть ли жизнь после delivery? Сейчас я расскажу определенные кейсы, чисто наш experience, который мы получили, работая с этой штукой, которой, возможно, понадобится тем, кто захочет использовать Mezos. Пункт первый. Никогда не мигрируйте мастер-ноды. Еще раз говорю, никогда не мувайте мастер-ноды. Почему? Из-за системы установки IP мастер-нод зашит в ZooKeeper и зашит в каждый воркер. Если IP адрес мастер-ноды поменяется, вам придется делать ресетап всего кластера. Это просто, быстро, с использованием одного докер-контейнера, но тем не менее, вам придется полностью ресетапать весь кластер. Это может занять определенное время. Эта штука все время двигается. То есть если просто убрать руки, его не трогать и смотреть на него несколько часов, то сервисы умудрятся переехать пять раз разных машин. Но это есть разные причины. Healthcheck нод, который все время подводит, какой-то network latency, когда-то какой-то сервис закрашился, перезапустился на другой ноде. То есть если выравнивать Go микросервисы еще что-то, то обратно ноды выходят строя нод healthcheck, то красный, то становится опять зеленым. То есть эта штука живет своей жизнью. Если вы будете его ранать, готовьтесь работать с мезосовскими артефактами. Это сложно, это больно. То есть вот например проблема, с которой мы сейчас боремся, это Unrachable таски внутри самого мезоса, которые автоматически никуда не деваются. С зуки пера их выковырять довольно сложно и в принципе они остаются. Они никому не мешают, но тем не менее они есть, они остаются. есть это какой-то на них есть баги заведенные в DCOS, но тем не менее остаются какие-то хвосты. Частые релизы этой штуки, которые там проходят раз в три месяца в полгода, они тоже немножко достают, потому что функционал меняется, функционал меняется сильно. И опять же занимает определенное время. Последний совет, наверное, лично от меня, он заключается в том, что будьте очень осторожны с зукипером. Это животное должно жить, те триноды, на которых он раноется, лучше всего поместить куда-нибудь в сейф в отдельную стойку и никогда не трогать. Почему? Кто-нибудь работал с зукипером? То есть он event base, у него есть state, у него есть event, если он закрашился, в моем случае закончилось место на диске. Упс, неожиданно. Когда он закрашился, то в его файле state вам придется отредактировать как состояние, так и event. То есть если вы даже принесете состояние, нужно зайти в events.json и удалить какую-то history, которая покарактерилась, потому что иначе оно не поднимается. В принципе его три ноды, он умеет себя как-то восстанавливать, проблема с ним была только раз, когда это была одна нода и закончилось место. Но тем не менее, забегая наперед, будьте очень аккуратны с этим зверем. Ну и скейлить ваши сервисы из-за того, что сервис, который сидит на ноде A, сейчас уедет на ноду B, потом вернется на ноду A. То есть в принципе это очень подвижная штука и для надежности ему нужно скейлить, то есть сранить много нод. Например, вместо одного эластика раньте кластер, будет вам полное счастье. То есть для обеспечения какой-то полной надежности советую. Послесловие. То есть что это такое DCOS? DCOS расшифровывается как Data Center Operation System. Это distributed система, распределенная система, которая является собой кластер менеджером, который менеджит энное количество унисовых машин, на вы можете ранать докеры. Переходим в контейнер платформе. Admin UI, который я показывал, через который это все можно запускать, останавливать, скейлить, он является операционной системой. То есть я, как человек со стороны, не зная, что там находится под низом, считаю, что это какая-то операционная система, с которой я могу работать. Плюшки. сервис-каталог, с которой я могу выбрать предефайн уже настроенный аппликейшн и просто его запустить. Ну и нетворк опять-то таки, если кто-то будет с этим работать, это достаточно сложная тема, достаточно комплексная. Флэшбэк это наша история, то есть я примерно показываю, сколько это все заняло времени и какие этапы мы прошли. То есть от Q2-го гранта, который начался в начале 2017 года до Jenkins инфраструктуры прошло короткое время, потом мы практически полгода тестировали эту штуку. Кстати, на графиках изображено количество memory и CPU, которое выросло до 160 в конце. То есть Q2, Q4 2017 года мы тестировали, мы думали, мы решались, стоит ли идти с этим на стейджи на прот. Потом, когда мы стали предоставлять это как платформа и сервис, мы достаточно быстро перевели все ресурсы, которые просто ранылись отдельно разрозненно в эту операционную систему и начали предоставлять он-деманд микросервис инфраструктуру. Мы жили долго, счастливо достаточно долго, когда к нам не пришли часть запчасти от Hadoop в виде флика, которые потребовали от нас Modes of Cloud. Референсы на основные ресурсы, у него довольно хорошая документация, на каждую версию отдельная полностью переписанная, но тем не менее. То есть в принципе вставил сюда Modes of Keeper Exhibitor. Почему? Потому что если с этой штукой работать, рано или поздно нужно будет ковыряться внутрь на самый низкий уровень. Всем спасибо.